здравствуйте ребята меня зовут белоусова татьяна геннадьевна я учитель химии сегодня на уроке мы выясним какая существует закономерность между химической связью и физическими свойствами веществ какими они являются вещества предсказуемо это можете ли вы например по внешнему виду а по физическим свойствам предсказать какими являются частицы из которых состоят те или иные вещества и так сегодня мы поговорим в частности о твердых веществах давайте напомним что любые вещества за небольшим исключением могут существовать в трех агрегатных состояниях твердом жидком и газообразным примером такого вещества является вода вода является жидкостью при обычных условиях и такую воду мы с вами употребляем например когда она течет из под нашего водопроводного крана вода есть в воздухе в виде паров и вода бывает в твердом состоянии она называется а лед все твердые вещества которые вы могли встречать своей жизни у нас делятся на два типа итак твердые вещества бывает двух видов ну наверняка у вас дома есть сахар и поваренная соль и если вы посмотрите на эти вещества поближе вы обнаружите что они имеют явно выраженную кристаллическую структуру и так они являются кристаллическими и эти кристаллы вы можете легко разглядеть ну например у того же сахара они состоят как бы из таких кристаллов напоминающие квадратики кроме этого в вашем окружении есть вещества ну например такой как мед или пластилин который каждый из вас видел воск такие вещества являются аморфными и никаких кристаллов вы в этих твердых веществах не обнаружить далее мы с вами поговорим о том какими бывают именно кристаллические вещества все ли они одинаковы если мы будем рассматривать кристаллическую решетку как некое подобие решетки как таковой ну каждый из вас видел такие решетки состоящие из металлических против которые между собой соединены так вот в узлах этих условных против располагаться могут различные атомы поэтому существует четыре типа кристаллических решеток итак решетка бывает молекулярная такая решетка будет состоять из молекул решетка бывает атомная такая решетка будет состоять из частиц атомов решетка бывает ионная соответственно она будет состоять из И решетка бывает металлическая, которая будет состоять из положительно заряженных ионов, металлов и атомов, а между ними находящихся свободных электронов. Итак, начнем с того, что разберемся с молекулярной кристаллической решеткой. Примерами веществ с молекулярной решеткой являются водород, вода, ну естественно, когда они находятся в твердом агрегатном состоянии, углекислый газ, сера. Если вы посмотрите, среди этих веществ присутствуют вещества с ковалентной связью, значит признаком таких веществ является наличие ковалентной связи. Ну, соответственно, она бывает неполярной и полярной. Что характеризует такую кристаллическую решетку? Молекулы, из которых состоит такая решетка, располагаются друг от друга на очень большом расстоянии. Притяжение между молекулами очень слабое, и такая решетка считается непрочной. Непрочной. Ее достаточно легко разрушить, и тогда молекулярные соединения обладают общими физическими свойствами, которые каждый из вас может заметить. Итак, такие вещества обязательно летучие. Это значит, они из твердого агрегатного состояния легко переходят в жидкое и в газообразное. Ну, примером является углекислый газ. Возможно, вы видели, он используется, например, как сухой лед, и когда он начинает испаряться, в этом случае вы можете видеть пары углекислого газа. Знаете, этот эффект очень часто применяют на сцене, когда нужно создать эффект тумана. И вот тогда на твердый углекислый газ наливают горячую воду, и он начинает интенсивно испаряться, а так как этот газ тяжелый, он стелется вдоль сцены и создает эффект такого тумана. Они летучие, температуры плавления и кипения у них очень низкие. В основном такие вещества либо нерастворимы в воде, или плохо растворимы, или плохо растворимы. Кроме этого, такие соединения, как правило, не проводят ток. Не проводят ток, то есть практически не являются электролитами. Но из этого правила есть исключения. И вот примером молекулярных веществ, которые вы встречаете дома, является поэтому всевозможная парфюмерия. Потому что запах, который имеют такие вещества, такие смеси, это и есть визитная карточка молекулярной решетки. Именно поэтому вы можете сказать, это вещество молекулярное. Атомную решетку имеет углерод в составе своих знаменитых аллотропных модификаций, таких как алмаз, в переводе с арабского он означает наитвердейший, графит, что означает пишущий. И в других аллотропных модификациях это может быть кремний, бор, а также известные вам соединения, такие как силициум-2, это кварцевый песок, или, например, силициум и углерод, силициум-С, карборун, который мы в обиходном языке называем наждак. Связь, которая есть в атомной решетке, тоже ковалентная связь. А как устроена атомная решетка? Она состоит из атомов, но атомы располагаются в этой решетке очень близко, на гораздо меньшем расстоянии, чем это было в молекулярной решетке. Вследствие этого такая решетка очень прочная. И разрушить ее достаточно сложно. Именно поэтому вещества с атомной решеткой не летучие, значит, не имеют запах. Т-плавление и т-кипение у них очень высокие. Ну, например, у графита она составляет 3500 градусов Цельсия. Они нерастворимы в воде. Поэтому такой секрет вам хочу сказать, что если у вас дома много бриллиантов, можете их положить в воду, а еще всего того, что у алмаза коэффициент преломления света, такой же, как у воды, их там точно никто не найдет, если вы сами не забудете, конечно, про это. Так, и они не проводят ток. Но из этого правила есть исключение. Например, графит является проводником, а кремний – полупроводник. И знаете, я хотела бы сказать, что атомная решетка действительно очень прочная, но здесь еще, знаете, есть такая индивидуальность, например, у алмаза. Вообще алмаз – удивительное вещество. Само название наитвердейшее означает, что это самое твердое, природой созданное вещество. Хотя сейчас уже создали около 20 веществ, которые тверже алмаза. И им можно поцарапать этими веществами сам алмаз. И у алмаза долгое время думали о том, что он самый твердый, самый прочный. И вы знаете, во времена Средневековья, ну и в 18-19 веке, например, в Турции был такой способ определения, настоящий алмаз или он является фальшивым. По нему ударяли молотком и каким-то тяжелым предметом. И если алмаз раскалывался, то считали, что он фальшивый. На самом деле структура алмаза напоминает собой карточный домик. И если по нему в определенном направлении ударить, он как карточный домик сложится. Поэтому на самом деле алмаз достаточно твердый, но тем не менее он является веществом в определенном смысле и не очень прочным. Ну а графит, как бы может возникнуть вопрос, а почему так? Графит очень мягкий, мы даже карандашом пишем. Например, это графитовый же стержень находится в этих карандашах. Это связано с тем, что решетка графита имеет структуру слоистую. И поэтому, когда мы давим на карандаш, слои, которые есть у графита, они остаются на бумаге. Но это говорит о том, что вещества в принципе индивидуальны, и у них есть какие-то свои отличительные черты. И поэтому алмаз и графит у них решетка одинаковая, но структура этой решетки тоже отличается. Ионную решетку имеет натрий-хлор, это поваренная соль или, например, кальцио, магний, бром-2. Не сложно увидеть, что у таких соединений ионная связь. Ионная связь состоит из ионов. Это ионы с плюсом, ионы с минусом. Следовательно, такая решетка тоже состоит из ионов плюс и ионов минус. Такая решетка достаточно прочная. Какими же свойствами будут обладать такие вещества? Они также являются нелетучие. Т-плавление и кипение у них достаточно высокие. Они многие бывают растворимы уже в воде, хотя есть исключения. И они электропроводные. И вы знаете, у большинства ионных соединений есть характерный белый цвет. То есть внешне они имеют свойства, как белые порошки, белые кристаллические вещества. Ионная решетка – это решетка прочная. Вот здесь можно задать такой вопрос, а какая из решеток прочнее, атомная или ионная? Должна вам сказать, что это очень индивидуально, потому что бывает так, что ионная в конкретном случае прочнее, чем атомная. И наоборот. Поэтому это, скажем так, индивидуально для веществ. И, соответственно, решетки могут между собой, конечно, конкурировать. Ионная решетка будет тем прочнее, чем больше заряд образуется между ионами. Поэтому, например, натрий-хлор – такая решетка будет уступать, допустим, магний-хлор-2. Почему? Потому что заряд у магния больше, чем у натрия. Поэтому решетка такая будет чуть более прочной. Ну и, наконец, металлическая. Само название металлическая говорит, что она есть у металлов. Допустим, у магния, у алюминия. А также в сплавах металлов. Сплавы металлов, например, такой сплав, как медь и олова, который мы называем бронза, у него тоже будет металлическая решетка. Связь будет металлическая. Как устроена такая решетка? Она состоит из ионов металлов. Но ионов металлов настолько много, что какие-то из ионов могут остаться, опять вернуться в состояние атома и атомам сохраняться. А между этими частицами в узлах свободно двигаются электроны. Такая решетка относительно прочная. И все металлы обладают общими физическими свойствами. Итак, металлы твердые. Но мы это уже обсуждали. За исключением ртути. Они имеют серый цвет. За исключением золота и меди. Они тепло- и электропроводные. У них есть характерный металлический блеск. И металлы пластичные. Ударяя по металлам, вы их не расколете. Они расплющатся. И из них можно получить, например, фольгу, проволоку и так далее. Итак, вот такие решетки существуют. Тогда вам должны быть понятны задания, которые иногда спрашивают в связи с этими типами соединений. Ну, например, какое-то неизвестное вещество. Давайте сделаем несколько упражнений. Какое-то неизвестное вещество, хочу сообщить вам, при обычных условиях является газообразным. Это соединение без света. Оно нерастворимо в воде. И я бы хотела спросить вас, как вы думаете, какой тип решетки существует в твердом соединении данного вещества А? Ну, судя по тому, что это вещество газообразно, а газообразными являются только молекулярные соединения, значит, решетка у такого вещества будет молекулярная. Если я сообщу вам, что это вещество твердое, температура плавления его составляет, допустим, 2000 градусов Цельсия, оно является электропроводное, то тогда, исходя из того, что мы знаем о решетках, так атомная такая решетка быть не может, потому что атомные соединения не проводят ток. Значит, тогда такое соединение может являться ионным. Ионная решетка. Ну и, соответственно, я могла бы задать и обратный вопрос. Допустим, по внешнему признаку, каким является данное соединение. Ну, известное вам в домашних условиях вещество сода. Поваренная сода, пищевая сода, кальцинированная сода. Итак, ну, вспомните, пожалуйста, каким является это вещество. Оно твердое. Сода растворима в воде. Конечно, исследовать то, сода проводит ток или не проводит, мы в домашних условиях, возможно, и не сможем сделать это. Это вещество белого цвета добавим еще. Ну и, соответственно, применяется в своих областях. Какой будет тип кристаллической решетки? Ну, это явно не атомная решетка, потому что это вещество растворима в воде. Это вещество не молекулярное, потому что сода, как вы знаете, не имеет запаха. Плюс к этому выдает еще белый цвет, значит, такое соединение будет тоже ионного характера. Или, например, если мы возьмем такое вещество, которое каждый из вас видел и дома, но есть, наждак. Наждак – это твердое вещество, об которое обычно натачивают металлические предметы. Ножи, например, коньки можно наточить на наждачном круге, ножницы и так далее. Наждак – это вещество твердое, оно имеет серый цвет, оно является веществом, которое не проводит ток. Это дополнительная вам информация. И такое соединение является тугоплавким. Температура плавления высокая. Наждак или карбарон, как его называют, является таким по описанию. Так, давайте посмотрим. Так, это точно не молекулярная решетка. Наждак практически не является металлом, это ясно. А соединение это будет являться, раз оно твердое, но не проводит ток, отсюда мы сделаем вывод, что это атомная кристаллическая решетка. И таким образом вы по данным, которые вам могут привести конкретные температуры плавления, конкретные температуры кипения и так далее, вы можете сформулировать и сделать вывод о том, какими являются данные вещества. И посмотрите, какая существует закономерность. Вы можете, зная и описывая физические свойства данного вещества, предсказать, какая решетка будет, соответственно, какая связь и так далее. А зная свойства элемента, его вид химической связи, вы можете предсказать, какими будут его физические свойства. Ну и, соответственно, потом найти каким-то из этих веществ области применения. Итак, сегодня на уроке мы выяснили с вами, что такое кристаллические решетки. Выяснили, какие закономерности в таких решетках присутствуют. И сообщили о том, что существует молекулярная, атомная, ионная и металлическая решетка. По свойствам веществ мы можем предсказать тип решетки, тип связи и наоборот. Ну а на сегодня у меня все. Всего хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!